Это была тема церкви, мы выходим раз в тему церкви. Говорили о том, что есть разные группы верующих, номинации, где по-разному к этому относятся. Кто-то проводит причастие раз по праздникам, то есть четыре раза в год. Кто-то, как мы, основная масса, раз в месяц, в первую воскресенье, а кто-то и каждый день. Место, у которого, может быть, каждый вечер. Но дело не в том. Дело в отношении к этому. К отношению к этому. Если ты относишься к этому, как к святыне, с трепетом, к благоговению, с благодарностью, это одно дело. Но если я могу не приходить на причастие полгода и ничего не испытывать, тогда стоит задаться вопросом, а вообще я верующий человек? Меня убило тогда, когда я был в Корее, я вам это уже говорил, прошу прощения, если кого-то раздражаю. Но меня убило после этого выражения. Если у нас человек не приходит на причастие, единственная причина, это он умер. Его уже нет. Я просто прошу вас, вы пересмотрите, пожалуйста, это отношение. Это очень серьезно. Это в протестантских церквях, информатских церквях, всего два таинства. Два таинства, которые мы считаем именно таинства. Это крещение и причастие. Это видимая евангелизация, видимая. Потому что ты приходишь и ты верой заявляешь, принимая эти символы страдания спасителя. Что происходит опять-таки там, на небесах, в духовной сфере, я не знаю. Но Иисус сказал, Господь сказал, что кто не будет этого делать, не будет есть плоти и пить крови Моей, тот не будет иметь части Своей, тот не будет иметь силы Моей. Прошу прощения, вот это я передергиваю. Но так оно на то похоже. Так что сейчас перед словом, и это всегда мы читаем апостольские силы веры. Прошу вас встать. И, опять, это вера, по что, в кого и как мы верим. Мы должны осознанно произнести эти слова вдумчиво, в каждое слово. И, если в конце вы скажете аминь, то вы согласны с этим. Это ваша вера. И не забудьте, что вы провозглашаете это в небеса, при всей Церкви, при живом Богом и перед собой. Верую в Тебя, всемогущий Бог Отец, Творец неба и земли, Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Зачатого Святым Духом И рожденного Девой Марией, Пострадавшего при Понтии Пилате, Распятого на кресте, Умершего и поделённого, Воскресшего на третий день, Вознёвшегося на небеса, Где Он пребывает по правую руку Всемогущего Бога, И откуда придётся решить суд Над живыми и мёртвыми. Верую в Святого Духа, Верую в единую святую христианскую Церковь, В общение верующих, В прощение грехов, В воскресение тела И вечную жизнь. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы всегда разные аспекты Нашей веры берём. И сегодня я хотел Обратить ваше внимание на то, Как нам нужно искать, Как нам нужно находить Объект нашей веры В Господу Иисуса Христа. Как находить, Как стремиться к нему. И разберём это Вот это Тезис, Который я сказал, На примере Записанного в Иванове от Марка Исцеление слепого Вартиме. И когда выходил он из Иерихона С учениками своими И множеством народа, Вартимей, Сын Тимеев, Слепой, Сидел У дороги, Прося Ливостей. Услышав, Что это Иисус Назарей, Он начал кричать И говорить, Иисус, Сын Давидов, Помилуй меня. Многие заставляли Его молчать, Но он ещё более стал кричать. Сын Давидов, Помилуй меня. Иисус остановился И велел его позвать. Зовут слепого И говорят ему, Не бойся, Вставай, Зовёт тебя. Он сбросил себе Верхнюю одежду, Встал И пришёл К Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, Чего ты хочешь От меня? Слепой сказал, Учитель, Чтобы мне прозреть, Иисус сказал ему, Иди, Вера твоя Спасла тебя. И он тотчас прозрел И пошёл За Иисусом По дороге. Аминь. 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 Ну вот это Место Писания Исцеления Слепого Человека. Где оно произошло? Оно произошло На последнем этапе Пути Нашего Господа В Иерусалиме. Близ Города Иерихон. Ну немножко Исторический Так сказать Фон И географический Фон Где это находится. Археологи И считают Иерихон Одним из Древнейших Городов Востока Вообще Палестины Который На протяжении Всей своей Истории Не раз Был Разрушен И Вновь Отстраивался Восстанавливался И В книге Моисея В 34 Главе Он назвал Городом Пальм Город Пальм И Действительно Это Прекрасная Местность Буйная Растительность Орданской Долины И Само Его Расположение Он Находится 230 Метров Ниже Уровня Акти Скеана Ниже Уровня И Вот Это Все Делает Его Этот Город Уникальным Оазисом Красоты И Плодородия И Этот Случай Который Здесь Мы Читаем Последнее Исцеление Последнее Исцеление Которое Описывает Евангелист Марк Своим Иванов Ну Вообще Как вы Сами Понимаете В то Время На Дорогах Иудеи Было Достаточно Много Слепых Больных Бедных Но По Воле Божьей Иисус Шел Именно По Той Дороге Где Сидел В Артемии Как я уже Сказал Господь Направлялся В Иерусалим И Чтобы Искупить Нас Чтобы Принести Себя В жертву И Дорогой Не переставал Учить Апостол Вот Такие Снова В этой же Главе Только Чуть Выше Третий Вот Мы Восходим В Иерусалим Вот Идет Он Дорога Ученики Его Двенадцать Мы Восходим В Иерусалим И Сын Человеческий Предан Будет Первосвященникам И Книжникам И Осудят Его На смерть И Убьют Его И В третий День Воскреснет Аминь И Все равно Они До последнего Так Ничего Не поняли Да Ну Как Конкретнее Еще Можно Говорить Мы Не похожи На таких Женников И Вот Когда Они Выходили Из Зарикона Им Встретился Слепой Посмотрите Мартимей Сын Тимеем Слепой Вот Много Было Слепых И Никто Редко Кого Называли По Имени Да Почему Марк Подробно Называет Его Имя Я Я Думаю Что Он Видимо Хотел Чтобы Ранние Христиане Точно Знали Эту Историю Исцеления И Точно Знали О ком Идет Речь Поскольку Своё Евангелие Марк Написал Первым Спустя Где-то 25-30 лет После этого События То Возможно В Артиме Был Ещё Жил И По-прежнему Оставался Активным Членом Церкви Но Даже Если Он На тот Момент Уже И Умер В церкви Остаться Много Людей Которые Его Знали Помнили И Помнили Об этом Чудесном Исцелении И о том Как Он Пришёл К Иисусу Это Свидетельство И Вот Несколько Я думаю Полезных Мыслей Которые Мы Можем Извлечь Из Обращения Любого Вартиме Ну Первое Я думаю Чтобы вы не обращались Особо Многие Будут Пытаться Мешать Вам Прийти К Иисусу Как Это Делали Как Мешали Вартиме Значит Вартиме Сидел В Дороге Просил Свою Долю Заработка Милостыни Но Когда Он Услышал Что Идёт Иисус Назарей Он Вдруг Закричал Иисус Сын Давидов Помимо Меня Да Стал Кричать Но Многие Люди Из Толпы Унимали И Говорили Чтобы Он Замолчал Заткнулся Разве Не так Это Происходит Когда Уверовали Вы Когда Вы Хотите Следовать За Иисусом Хотите Служить Ему А люди Пытаются Вас Остановить И Зачем Оно Тебе Нужно Куда Ты Ходишь По Воскресеньям Да Лучше Там На Рынок Сходи Или Отдохни Поспри Там Место Качеством Вишних И Это Прежде Всего Ваши Родные И Близкие Неверующие Друзья Родители Знакомые Которые Всячески Стараются Вам Помешать И Остановить В этом Стремлении Сам Сатана Будет Препятствовать Выстраивать Всего Козня Я Думаю Что В тех Кто Заставлял Водиме Молчать В тех Кто Запрещал Ему Обращаться К Иисусу Вопиять К Нему Действовали Вот эти Демонические Силы Силы Злобы Поднебесные Да И Вы знаете Ваша Собственная Испорченная Грехом Правда Ваша Натура Она Будет Тоже Останавливать Вас Да Куда Ты Идешь Отдохни Ты Устал Да И Дождь Умница Туман Зачем Умница Холодно Ну Ведь Так Есть Но Если Вы Хотите Обрести Спасильность Если Для Вас Важна Жизнь Вечная То Вам Нужно Бороться И Быть Настойчив Подобно Этому Многие Заставляли Его Молчать Но Он Еще Более Стал Кричать Сын Давидов Помилуй Меня Он Становился Еще Более Настойчив Еще Более Громко Провозглашал Кричал Просил Господа Чтоб Он Обратил На Него Своё Внимание Как-то Иисус В Евангелии От руки Сказал Такие Слова Подвязайтесь Войти Сквозь Тесные Врата Не нужно Сдаваться Не нужно Унывать Не нужно Отчаиваться Если Что-то У вас Не получается Наоборот Прилагайте Все силы Чтобы Найти Христа Кстати Вот Я Когда готовился Греческое Слово Переведенное Как Подвязайтесь Имеет Несколько Значений И Это Слово На Греческом Зручит Агонизомай И От него Происходит Наше Русское Слово Агония Агония Вам Необходимо Пережить Агонию Борьбы Агонию Сражения Чтобы Прийти Пробиться К Иисусу А это Совсем Совсем Не просто Как я уже Сказал Силы Ада Против Вас Ваше Собственное Греховное Сердце Против Вас Люди Окружающие Вас Против Вас Вам Необходимо Бороться Вам Нужно Оставить Позади Все эти Чувства Которые Препятствуют Вам Мысли Эмоции Для того Чтобы Прийти К Иисусу Потому что Если Вы Оставите Борьбу Оставите Этот поиск Желание Прийти К Иисусу То Вы Никогда Не найдете Бога И не Обретете Его Мир Ибо Написано Нет Мира Нечестивого Тот Кто Не ищет Бога Тот Не Находит Бога Нет Мира Я Помню Себя Когда Я Ищу Ходил Не Знал Бога Это Страшная Вещь Утро Устаешь И ждешь Что-то Должно Случиться Оно Ничего Не Предвезет У тебя Все Классно У тебя Работа У тебя Здоровье У тебя Все У тебя Есть В холодильнике Есть Что-то Ощущение Что-то Должно Случиться Нет Мира Нечестивого И только Иисус Есть Мир Наш Только Он И Только Он Может Нам Дать Его Во Всей Полноте Поверьте В это Примите Только Он Может Дать Он Говорит Мир Мой Даю Вам Мир Мой Оставляю Вам Не Так Как Мир Дает Я даю Вам И Да Не Смущается Сердце Ваше И не Устрашается То есть Он Дает Нам Все Не 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 Да И Чтобы Иметь Мир И Уверенность В этой Жизни Ну А Тех Кто Сдаются Перестают Молиться Взывать Искать Иисуса Обращаться К Нему Просить Чтобы Получить Ему Мир Радость Прощение Грехов Своих Вы Знаете Это бедные Бедные Несчастные И вы Знаете Они могут Посещать Церковь Они могут Находиться Вы Знаете Как Стопики Как Зрители И Пока Дьявол В один Прекрасный Момент Не вырвет Их И Не Вытащит Обратно В мир И вы Знаете Такие Примеры На Те Кто Будет Подвязаться Те Кто Будет Биться До Агонии Пока Не Достучаться Пока Не Найдут Те Обязательно Спасутся И Приобретут Его Мир Погоня А Остальные Как написано Ставлю Руки Дальше Ибо Сказано Многие Поищут Поищут И Невозможно Походят Церковь Походят Но Те Кто Будет Все Таки Настойчив Те Достучаться Докричаться И Найдут И И Обретут Его Мир Покой Спасение И Будут Петь В своем Сердце Из Тьмы Страданий Из Господь Идут В Радость Небес Под Вечный Покров К Тебе Господь Идут Аминь Это Старый Старый Гимн Уильяма Слиппера Ну Ладно Второе Найдутся Люди Которые Наоборот Будут Побуждать Вас И помогать Вам Прийти К Иисусу Многие Из Этой Толпы Они Пытались Артемея Заставить Замолчать Хотели Воспрепятствовать Ему Прийти К Господу Но Были И те Которые Его Поддержали Ободрили Зовут Слепого И Говорят Не бойся Вставай Зовем Зовем Есть И Такие Как я уже сказал Мир Плод Дьявол Вы Сами Против Вас Но Есть Истинные Христиане Которые Будут Молиться О Вас Будут Поддерживать Вас Беседовать С Вами Побуждать Вас Идти К Иисусу Я прошу Прислушайтесь К Прислушайтесь К тому Что говорят Вам Ваши Служители Дьякоды Они Все Хотят Чтобы Вы Пришли К Господу И чтобы Вы Обрели Спасение Чтобы Вы Обрели Вот Жизнь С избытком О Котором Говорил Они Имеют Свой Личный Опыт Как Они Нашли Иисуса Как Они Пришли К Нему И Также Они Имеют Опыт Помогать Людам В Их Борьбе В Поисках Путей К Спасителям Очень Внимательные Будьте Очень Внимательные Относитесь К Их Практическим Советам К В беседах С ними И на деле Следуйте Этим Советам Не сдавайтесь Иисус Сказал Очень важные Слова Просите Вот запомните Вот это Вот Тот путь По которому Нужно идти Когда Вы Хотите Найти Иисуса Вот Просите И дано Будет Вам Ищите Не денег Ищите Иисуса Стучите Не в банк Не в двери Банка Дайте мне А стучите К нему Говорят Вам Ибо Всякий Просящий Получает Ищущий Находит И стучащего Отворя Аминь Третье Третий момент Это Иисус Повелел Позвать Его Действие Иисус Остановился И велел Его позвать Зовут Слепого И говорят Не бойся Вставай Зовет Тебя Вот это Когда Иисус Повелел Его Привезти Это повеление Которое Иисус Дает всем нам Всем верующим Призывать Грешников К Богу Аминь Это повеление Всем нам Приведите Приводите Вот оттуда Приводите Родных Близких Знакомых Приводите К Иисусу Потому что это Несравненно лучше Он Повелевает Нам Проповедовать Ивангелие Все Как написано И сказал Идите По всему Миру И проповедуйте Ивангелие Все Слово Ивангелие Это что такое Благаем И это Действительно Такая Весть И достаточно Вспомнить Слова Ангела Мы будем Скоро Опять же Отмечать Рождество Христово В ночь Рождество И сказал Ивангел Пастухи Там На поле И вдруг Появляется Не бойтесь Я возвещаю Вам Великую Радость Не просто Радость Великую Радость Которая Будет Всем Людям Ивангелие Родил За Вам Город Давидов Спаситель Который Есть Христос Господь Аминь Вот Это Великая Радость Придите К Нему Это Действительно Добрая Весть Услышать Что Иисус Умер За Ваши Грехи Услышать Что Крова Иисуса Может Очистить Вас От Всякого Это Добрая Весть Услышать Что Иисус Физически Воскрес Из Мертвых И Вознес На Небесах Где Он Прибывает По Правую Руку Бога Отца И Ходотайствует Что Бы С Вами Не Случилось Он Говорит Это Мой Это Модчил Ходотайствует Он Воскрес Для Оправдания Нашего Чтобы Дать Нам Жизнь С Избытком Здесь На Земле В Его Радости И Покое Да Еще В Придачу И Вечную Жизнь На Небесах Это Действительно Добрая И Благая Весть Услышать Что Иисус Молится За Вас Что Он Любит Вас Это Прекрасная Весть Знать Что Вы Можете Легко И Просто Прийти К Иисусу Одной Только Верою Не Надо Ничего Делать Не Надо Напрягаться Не Надо Себя Выкручивать Наизнанку Это Благая Весть Одной Верою Как Артемей И Быть Очищенным И Прощенным От Своего Греха Кровью Его Святого Мы Сегодня После Его Слово Будем Петь Гимн Прекрасный У меня Было Побуждение Именно Его Я Слышу Голос Твой Зовет Меня К Тебе Омыться Кровью Святой Пролитой На кресте Аминь Надо услышать Этот голос Надо услышать Что Он Говорит Тебе Иди Зовет Тебя Иди Зовет Тебя Ждет Тебя Приходи Четвертое Вам Нужно Прийти К Самому Иисусу Лично Иисусу Живому Иисусу К Вашему Спасителю Не в Крутую Большую Мощную Церковь Не к Популярному Пастору Не к Бесплатным Обедам И не к Гуманитарной Помощи А к Иисусу Христу Спасителю Аминь Запомните Сюда Сюда Приходите К Иисусу Он Вас Зовет Где Двое Или Трое Собранные Там Я Посреди Вас Это Не Вы Пришли Сюда Это Я Вас Сюда Призвал Чтобы Поговорить С Вам Чтобы Облегчить Вас Чтобы Успокоить Вас Чтобы Изменить Ваше Мышление Но Однако Я должен Подчеркнуть Что К Нему Придут Только Избранные Да Заметить Что В тот День На Дороге Было Множество Народов Да И Наверное Там Были Слепые И Хромые И Косые И Еще Кто Но Иисус Никого Из них Не Позвал В Тексте Сказано Иисус Остановился И Велел Его Позвать В Артемей В Артемей Был Единственным Кого Иисус Вызвал Из Этой Большой Толпы Людей Только Избранные Услышат Его Призыв И Придут К Иисусу Ибо Написано Много Званых Все Званы Весь мир Званы Но Мало Избранных Аминь И Я хочу Вам Сказать Остановиться На этом Вам Не нужно Ломать Голов Мучиться Размышляя Являетесь Львы Избранными Или Нет Не Мучайтесь Этим Вопросом Не Думайте Об Этим Если Вы Среди Избранных Вы Будете Размышлять О Своем Грехе О Том Что Вы Нуждаетесь Во Иисусе Что Он Вам Нужен Вы Будете Рассуждать Об Этим Если Вы Не Божий То Вы Будете Размышлять Об Избрании Об Процессе Как Это Все Происходит Как Его Можно Подделать Но Не Об Иисусе Понимаете Вот В чем Разница Ваше Дело Хотеть И Просить Да О Будет Вам Ваше Дело Хотите Просить А Господь Да Ибо Он Обещает Придите Ко Мне Все Друждающие Все Примерные И Я Воспокою И Приходящего Ко Мне Он Сказал Я Не Не Изгоню Он Обещает Я Не Выгоню Тебя И Обратите Внимание Как В Артеме Быстро И Легко Этот Свепой Пришел К Спасителю Он Забросил Себя Отверг На одежду Встал И Пришел К Иисусу Все Никаких Манипуляций Ничего Он Не Упал На Колени Не Взывал Ничего Он Забросил И Пришел Размышляйте Только О Своем Грехе О То Что Вам Нужен Иисус Что Вы Нуждаетесь В В В Том Чтобы Он Вас Простил Чтобы Он Очистил Вас Со Своей Святой К Размышляйте Только О То Как Найти Иисуса Как Подойти К Нему Как Прийти К Нему Обратите Внимание Что Сделал В Ахамей Когда Услышал Приглашение Он Сбросил Себя В Верхнюю Одежду А Какая У Нас Одежда Наша Одежда Это Наша Человеческая Праведность Наша Праведность Которой Мы Зачастую Гордимся Сам По Себе Человек В Духовном Мире Ничего Себя Не Представляет И Чтобы Прийти К Богу Надо Сбросить Себя Нашу Человеческую Праведность То есть Свои Принципы Правила Своё Представление О добре И зле Свои Понятия О грехе И справедливости Свои Понятия Потому что Наша Праведность Это Греховный Опыт Нашей Греховной Жизни Понимаете Греховный Опыт Греховная Жизнь Которую Мы зачастую Оправду Мы вот так Прожили Жизнь И Масленники Наши Вот так Прожили Жизнь Но это Совершенно Расходит За тем Что Говорит Бог Вот это Нас Сбросить Снять Покаяться Потому что Иисус Сказал Чеченикам Своим Если Кто Хочет Идти За Мною То есть Ко Мне Идти За Спасение Отвести Отвергни себя Отвергни Свой разум Свои представления Отвергни Выброси И возьми кресло И следуй за мной Ибо кто хочет Своё представление Свою комфортность Видение себя Сохранить Тот потеряет А тот кто потеряет Душу свою ради меня И примет Моё видение Тот Обретёт Пророк Исаия Описал Нашу праведность Вот такими словами Вы их знаете Все мы сделались Как нечисты Он говорит Все Он не знал Некто Там будет лучше А некто хуже Он говорит Все Как нечисты И вся праведность Наша Как что? Это наша гордость Это наше самомнение Это множество Других грехов Которые Препятствуют Есть препятствия На пути к Иисусу И вот их нужно Увидеть Признать Оставить Снять себя И отбросить вон Тогда это будет Толк Тогда вы действительно Придёте к Иисусу Что многие К сожалению Не делают Даже после крещения После многих лет Пребывания в церкви К сожалению И сегодняшнее таинство Это священное действие Оно вновь и вновь Призывает нас Честно посмотреть На себя На свою жизнь На своё хождение При Господе На свою надежду И последнее О наших просьбах И наших молитвах Отвечая Ему Иисус Просил Чё ты хочешь Чё ты хочешь От меня Чё ты хочешь От меня Слепой Сказал Учитесь Чтоб не прозреть Интересный вопрос Правда Да Сказал И так Всё ясно Чего может Хотеть Слепой И нищий Но тем не менее Христос всё равно Задаёт этот вопрос И он задаёт Всем нам Почему? Да потому что Господь хочет Конкретно Слышать от нас Что мы хотим От Него Что нам нужно Действительно Чтоб мы сформулировали Это здесь Что для нас важно Ведь люди приходят Богу Вы знаете По разным По различным Причинам И разным Проблемам Кто переживает Допустим За родных И близких Вот надо Кто-то хочет Здоровье поправить Чтобы болеть Синьми Кому-то Нужны деньги Кому-то Поправить Бизнес Кто-то Желает Иметь мир С Богом Ищет Бога И хочет Наследовать Жизнь Вечную И каждый Хочет Ищет Своему И часто Не того Что угодно Иисусу Христу Аминь Да так написано Бортемею Нужно было Зрение И он Выразил Своё Желание Учитель Чтобы Мне Прозреть И Он Сразу Получил Ответ Потому Что В его Сердце Была Вера Он Кричал Он Хотел Прийти Он Знал Что Иисус Это Сделать И Вот Иисус Иисус Иди Вера Твоя Спасла Тебя И он Тот А можно Друзья Не Пошел К Родственникам С ними Радоваться Не Остался Сидеть Там Где Сидел Продолжал Просить Богослов Отдел Лас Прикрыл Пошел Затем Кто Дал Ему Новую Жесть Тогда Он Исцелил Это Выбор Это Выражение Благодарности Пойти За Иисусом Это Значит Выбрать Путь Который Предопределен Тебе Господу И Идти По Нему Вы знаете Важно Именно Идти Идти Не Я Я Я Вас Избрал И Поставим Вас Чтобы Вы Шли И Приносили Плод И Чтобы Плод Ваш Прибывал Мы знаем, что в духовном мире вера имеет огромную силу. Что без веры угодить Богу не возможно. Она имеет силу. И Вартимей задействовал. Он применил эту веру. И он пошел вначале к Иисусу с верой. А затем пошел за Иисусом. Понимаете? Вначале пошел к Иисусу. Сюда в цель, допустим, пришел. А потом за Иисусом. Служить Ему. Ну, для нас этот случай является хорошим уроком, я думаю. Все мы, как Вартимей, были духовно нищие, больные. Слепые. Но через веру с Иисусом Бог исцеляет и меняет нас. Меняет людей. И теперь наше призвание, как последователи Христа, идти за Ним. Идти за Ним. Быть Его учениками. И нести Евангелие в мир. Ну, дальнейшую судьбу в Вартимее мы не знаем. По крайней мере, Писание об этом более ничего не говорит нам об этом человеке. Но мне думается, что Он все-таки стал и верится. И думается, и верится, что Он стал истинным учеником и последователем Иисуса Христа. Чего и вам желаю. Чтобы вы стали истинными последователями и свидетелями. И вот еще раз я вам напомню. Это тоже очень важный момент из проповеди. Я его специально выдаю. На семинаре сейчас мы проходим тему о церкви, как я уже вам сказал. Где разбирается и тема таинства. Таинство это как средство получения Божьей благодати. А также как метод, послушайте внимательно. Как метод дисциплинарного воздействия. Я еще раз попытаюсь объяснить вам, кому можно, кому нельзя, но вернее не так. Это можно всем. Кому пойдет на пользу принятие этого участия в этом таинстве. Понимаете, да, разница? Ведители обычно говорят и произносят слух так. Кто принял святое водное крещение? То есть является свяном церкви и вошел в завет с Богом. Так, да? Обычно говорят. Тот может принять. Вот вы поймите, но здесь может присутствовать вот сейчас человек, который первый раз в жизни услышал об Иисусе Христе, узнал, что Он Его Спаситель, умер за Его грехи, принял эту благую, радостную весть, наполнился ею, осознал, уверовал, что Иисус Его Господь, Бог и Спаситель, возрадовался. И такому можно. Вот такому можно. Я не вправе лишить этого человека благодати. Потому что Он будет принимать эти все символы осознанно, понимая, что это заповедовал сам Бог делать, и что это нужно делать, чтобы жить с Богом и в Его радости, и под Его покровом, под Его защитой. Он это услышал сейчас здесь, и он горит с желанием исполнить эту заповедь. Такого можно. Ведь, к сожалению, я вам хочу сказать, в церквях есть очень много тех, кто и принял крещение. И вроде бы и ходит, но жизнь их не изменилась, не нают. В сердце благодарности Спасителю нет. Желания служить Богу нет. Живут в грехе и не каются. И не желают оставить этот грех и отреться от него. Вот такому человеку я бы не советовал принимать крещение. Потому что Писание говорит, что это будет в осуждении его. И может повлечь за собой довольно серьезные посредствия. Вплоть до болезни и смерти. И перед совершением причастия я все-таки вновь и вновь приглашаю вас всех прийти к Иисусу. К живому истинному Богу. Музыканты, выходите, будьте любезны. Прийти в искренней молитве покаясь. В искренней, в честной молитве. Попросите прощения за все, что есть плохого и мерзкого в вашей жизни. От чего вы хотите, желаете освободиться, оставили. И злейте перед ним сердце свое. Расскажите ему все честно и без утаики. И он избавит и простит больное сердце. Духом исцелит, надежду даст. И любящий рукой укажет путь. Иди за мной. Так что в этот тихий час, в эту минуту придите к Иисусу. Найдите Иисуса. И давайте сейчас встаем. Иисус. Иисус.